итак сегодня 12 сентября и у меня аж сейчас покажу время маршрут у меня уже 9.33 7.230 и у меня аж мурашки идут по коже потому что ну сейчас поеду в польшу короче немножко проспал хотел выехать хотел проснуться в 3 чтобы выехать где-то в 5 но вот выезжаю в полдесятого зато выспался ух первый раз так перед дорогой волнуюсь ну ладно все будет зашибись сейчас короче 470 километров до границы еще 130 все тогда пока поехал и так короче это я уже проехал 380 чем-то километров и только первый раз это встал покушать а перед этим один раз вставал залил 10 литров на юпиджи 380 км за 5 часов скоро уже через 100 километров уже будет граница ладно все пока поехал потому что цель короче как я доволен это просто не передать сейчас уже без 5 7 темнеет я очень счастливый короче ну блин это вообще круче мне не тут слов фух я в этом в номере круче тут все фуха полотенца же нету есть там наверное все есть короче вот у меня такой этот балкон вот мой балкон вон аппарат стоит фух вот туда дорога на люблин пошла вот именно как я себе мечтал как представлял так я себе и нашел и так и получилось заселиться так что такие дела ладно все пока короче что я могу сказать тут я думаю слова лишние ну правда она вот так наверное не сильно будет смотреться именно как я это ощущаю проехал почти 600 км пивка себе взял за 5 злотых это просто кайф тут даже кайф не в том что это типа польша ну польша и польша просто вот сам факт что первый раз в другой стране сам на мотоцикле этому я короче нету слов ладно сейчас раз у меня слов нету покажу что там он мотоцикл надо будет руль закрыть колесо закрепите вот именно так я себе и представлял этот отель и именно такими его увидел на google и именно сюда я заселился и главное на самый вверх это самый высший этаж третий вот все туда пока буду дальше кайфовать пока доброе утро первое утро в польше то есть сейчас по местному времени в украине уже 8 15 13 сентября я сейчас буду короче уже придумал план сейчас побоюсь смажут цепь и буду ждать завтрака после утра завтрак похабаю и поеду вот такая у меня хата пока так ну и конечно же сейчас покажу утро вот мой аппаратик такой еще легкий туман стоит это вот у меня такой вот балкончик под шлемник сохнет короче ночью где-то 12 что ли ну короче не помню уже русские приехали сушить машину поставлю такой короче тут по моему чуть ли не фура заезжала место не могли найти а сейчас парковка свободная так так ну ладно все пошел я мазать цепь пока это дяденька еда нифига себе у него здоровая машина так сейчас еще раз вернется дальнобой приехав с швенди нефя себе у него длинная машина так что дальше а вот туда к белой будет вставать ага сейчас есть громадная дядя хочет научиться на таких ездить сейчас еще до него гости зайдем него там прикольно на розладунок приехал ага ладно все выключаю тогда так цель 14 сегодня сентября 14 в гданске так такой корабль солдек стоит называется где мы короче мне Афеяна здесь нравится а завтра мы планируем сюда на мотоциклах приехать так что сейчас посмотрим точки где можно встать припарковаться там короче и так дальше то ты тебя завтра не загадуй мы сейчас нажремся пивальдера и завтра будем мерить ну ладно ладно все пока так вот сейчас я колена с близка заценкую так мы значит уже вот здесь вот такие тучки зашли это мы зашли на разводной мост и сейчас я приближу колена а где он кстати укажите а то я не вижу его а вон он стоит вот возле буквы а.н. коляба махай а.н. мая скрыта камера вот он вот колян стоит зигу показываю а зиговать в европе запрещено кстати в польше и в Гданске вот вообще смыграво мы все знаешь вот это вот это такой разводной мост он скоро за нами опустится да когда он опускается короче здесь очень круто вот вообще очень-очень-очень короче мне здесь сейчас подождите секундочку короче мне здесь очень нравится это вообще и само ощущение того что я сюда приехал на мотоцикле это вот мы сейчас сходим поищем куда сюда можно на мотоке приехать и приедем и пофоткаемся именно на мотоцикле завтра ладно все пока еще раз покажу как здесь круто вон мост сейчас на самом заднем плане вот видно такой похож на московский вантами вот такая вот набережная и такие облака нашли вот черные-черные а тут прямо вот солнце такое конкретное я аж очки одел ну ладно тогда все вон смотри и и так мы становимся свидетелями как на нас опускается разводной мост и мы сейчас перейдем и мы сейчас перейдем на другой на другой берег полушке офигеть но вот на видео оно не видно так ну на самом деле зрелище классное вот прямо на тебя падает вот эта штука вот можно ловить даже рукой вот так его раз и сюда иди сюда ладно все пока и вот мы уже идем по мосту по разводному вот он опустился мы по нему идем вот водный трамвайчик вот он такой ну короче очень круто сейчас колена встретим вот такое колесо оба зрения гофры леды как я узнал леды по-польски мороженое означает а где где колямба вот мог бы нас подойти и встретить ё-моё сейчас будет эпичная встреча с коляном ухты какие там красивые кирпичи сейчас пока коляна нету я приближу вот такая офигенная стена вон такси плывет полиция плывет такси короче мы идем в коляну сейчас будет сейчас будет эпичная встреча пацаны я ж сюда на мотоцикле приехал это ж не просто так это вообще я в шоке я иду я иду на мотоцикле в шоке ухты здарова вольногорск ты хоть бы туда подошел бы честь 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 но все короче заканчиваю съемку и даже без ты пока показываю свои бесстыжие глаза передай привет сашко я бачу что ты едешь в полянди но я честь моя такая чуйка булаш от и курва приедешь до гданьска ну так а куда еще ехать от них думали меньшим цвет окей окей всем клещ всем клещ а 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 короче все офигенно пока мы покатались на этом колу видовая те как она вот уже мы идем по гданску по мосту по разводному по которым мы шли днем и мы сейчас еще поднимемся на отель хилтон правильно и там тоже будет якесь видовое якесь видовище ну все тогда пока до скорых встреч и так это мы поднялись на крышу отеля хилтон это примерно пятый этаж и вот здесь вот такая штука короче очень круто сегодня целый день в гданске провели вот и очень мне это все нравится церковь прикольная приблизим ее закат такой а ну сколько по местному времени уже 19 44 это по местному сегодня 14 сентября и вот так она вот идет река сейчас я сфоткаю ладно все пока итак сегодня 15 сентября продолжаем короче и вот мы я показываю своему лучшему другу блин эмоции за это самое своему лучшего другу показывают гданск вот он вот здесь стоит как положено на набережной хоть европу увидит а то его наши украинские дороги уже утомили но он молчит ничего не говорит молодец да 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 я он молчит что на дороге не жалуется терпит да настоящий мужик ну все пока так это мы в гданьске в вестерплаты это место откуда началась вторая мировая война в тридцать девятом году да это я и короче вот какое-то старое такое разваленное здание вот это наверное тут что-то происходило а ну сейчас я ну что-то такое непонятное так 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 что-то не то ну короче вот сейчас мы сюда зайдем посмотрим ой какая собачка хорошая ага нифига себе ого это как в донецком аэропорту так наперделяла что видать аж очередь ну вот так смотри тут можно пройти смотри да где так здесь же надо с пофотографироваться же так что-то у нас сейчас пофоткаемся вот на фоне нефига себе тут еще и плитка есть вот это вот да вот да короче все так разрушилась плитка тут короче тут была какая-то фигня не военная так напомню это вестерплатте короче ладно все пока вот эта комната была геть завалена и зараз уже ну вот последний раз мы приехали и зараз видно что ее расчистили а так было полностью завалено и эти двери уже были цими глибами завалены не было тут проходит ну видно что свежо расчистили тут вестерплатте так ладно сейчас давай короче сейчас пофоткаемся потом еще поснимаем и так мы уже находимся на вестерплатте вестерплатте это вот как раз вот вестерплатте я уже говорил началась вторая первая война вестерплатте 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 памятник напомню сегодня 15 сентября короче уже немножко даже капает уже немножко даже дождь капает так что мы будем сейчас уже уезжать а то еще нам пугнем а вот здесь находится вот так по-быстрому вестерплатте так что ветер дует неимоверный так что мы уже будем уходить от сенда да вестерплатте так что все пока итак итак это мы уже на балтийском море сейчас я сейчас сниму вот как они ныряют ах ты такой жопа малая а этот все делает это тоже сейчас нырнет лоб ладно в общем мы на балтийском море в городе гданьске то не уже не хочу так сейчас вот мам это я на балтийское море короче круто так ну ладно тогда сейчас вот корабли из близко покажу я его вижу и сейчас на фотоаппарате его будет видно вот видно а вот там по идее калининград вот куда я веду ну ладно тогда короче все пока сейчас будем фоткаться и так это мы заходим в перевернутый дом короче сказали что с забурением бледником из-за поморочением сюда заходить нельзя короче уху мне так уже как-то не по себе ой это это короче влияет и я я скажу так это влияет на восприятие и ты сам начинаешь коситься потому что ну типа все должно ну все не так это чисто на подсознании работает вон этот диван такая кушетка фух и я мне реально уже такую хуху хуху все ходят вот именно не если не обращать внимание на на вот это все то тут в принципе ничего сложного но не обращать внимание сознание сознание не позволяет забурение бледника сейчас у нас он специально веревочки найти не позднее чем это как у него как вот я не пойму чем это ходим как пьяный понять него вроде бы все нормально смотрим ребята тоже их подкосило а подожди а чё с эти столы не перевернуты отдохнуть если совсем поплохело то можно вот сесть посидеть уху меня заносит ты шо короче ну реально я скажу я иду и меня аж так фух несет это ну это вообще не передать вот такая вот обман вот такой вот обман сознание вот окно вот косое окно все еще блин ладно все пока то сейчас упаду короче прячу фотоаппарат пока итак это мы она сейчас секунду это мы зашли в такой генделик вот такой автентичный и музыка такая играет автентично ну ладно все пока это мы ветер дует правда на кашубские вещи кашубские же короче показываю по порядку сколько километров тут до разных городов вон мальбок вон Мальбок вон Штинг, Данск я тут проезжал ладно начнем блин ну вот заради этого стоило только сюда ехать это просто красотища это просто красотища ах и дует 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 ах ах вот ах ах ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, вот там, мне кажется, будет самый лучший видок, потому что туда светит солнце, а против солнца не сильно. Короче, где-то там Гданск, вот там далеко-далеко. Блин, ну это аж просто офигеть. А вон там за дыма столбика по Украине. А где столбики? А, понял. На Дом Краины еще дофига. Это фотоаппарат дергает, а это ветер так руки дергает. Вот видите, какой ветер сильный. А вон там какая-то башня есть, вышка. Ну ладно, короче, все типа понятно. Вроде бы все понятно. Ладно тогда, все, пока. Итак, сегодня 18 сентября 2019 года. Вот день погибших байкеров. Ну ладно, не будем о грустном. Короче, что-то я мало снимаю. Значит, сейчас уже... Иди телефон. Вот. Сейчас уже 8.42. Мне уже надо собираться-то ехать. Вот. Сушу под шлемник феном, потому что он нифига не высох. Это я в подсветками отель забыл сказать. Вот такой мне выдали номер. Короче, третий номер. На первом этаже, а то был 19-й на третьем. Вот. Нормальный типа, ну блин. Вид из окна. Сейчас покажу. Сам вид из окна, ну вот так вот. Типа на первом этаже и во двор выходят окна. Неинтересно. А здесь у нас вот такое происходит. Вот. А мне надо ехать. И я вообще по этому поводу не парюсь. Короче, вот. Жесть такая. Сейчас одену дождевик. Запакуюсь в мусорные пакеты. Ноги. Сейчас пойду попью кофе, а потом вот это все сделаю. Поеду вообще, что боженька. Все, пока. Итак, прошло совсем чуть-чуть времени. Я уже вот пакуюсь. Мотоцикл вот такой вот весь. Ух. Сейчас я его протру. Вот. Еще раз отель покажу. Вот. Значит, первый раз я ночевал 12 сентября вот в этом номере. В 19. Там очень крутой вид. Ну, самый, я считаю, жирный номер вообще в отеле во всем. Вот. Ну, все. Впереди 600 километров. Думал ехать через Луцк ровно. Там Житомир. Ну, блин. Оно там получается на 40 километров дальше. А по времени там на час, наверное, займет. Или больше, чем на час. Потому что там вот эти все. Поеду по Варшавскому. Короче, погода не сильно располагает, чтобы наслаждаться какими-то новыми видами. Мелкая морость такая идет. Ладно. Все. Собираюсь и еду. Пока.